12 мая 1922 года. Полдень. Место действия Петроград. Так тогда назывался Санкт-Петербург. В собор Александра Невской лавры приходят чекисты. Их цель гробница с останками Александра Невского. В тот день произошло вскрытие мощи святого князя. Вот что об этом написал репортер газеты «Петроградская правда». На дне гроба лежит атласный покров. Посередине небольшая шкатулка из светлого дерева. Отпирают, а на самом дне бурые и слевшие кости, да и тех очень немного, с пригоршню, не больше. Эксперты определили, что здесь имеются две неполные берцовые кости, одно ребро, остатки от височных костей и ключицы. Вот и все мощи. Всего в гробнице было обнаружено 12 небольших костей разного цвета. В советские годы был сделан вывод. Эти останки принадлежали разным людям. Михаил Герасимов, известный антрополог, так и не воссоздал облик Александра Ярославича. Черепа в раке не было. Результаты вскрытия гробницы князя также были зафиксированы в деяниях Второго Всероссийского Поместного Собора Православной Церкви за 1923 год. Так что же случилось с мощами Александра Невского и сохранились ли они до наших дней? В эфире краеведческая программа «Прошедшее время». С вами Алексей Домнин и сегодня я расскажу вам о главных тайнах, связанных с именем Владимирского князя Александра Невского. Партнером проекта является Владимирский хлебокомбинат. Правильный хлеб рождается в поле. Качественная продукция – заслуга целой команды профессионалов. От земли до печи. Владимирский хлебокомбинат – свежий взгляд на добрые традиции. Предприятие входит в единую группу компаний «Делавант». Новинка – рустикальные хлеба. Владимирское княжение стало завершающим этапом в большой многообразной политической карьере князя. А началась она довольно рано. Александр был вторым сыном князя Ярослава Всеволодовича. Удельным городом его папы был Переславль Залезский. Когда Александру было всего 4 года, Ярослав учинил сыновьям княжеский постриг – обряд посвящения войны. Уже в 9 лет отец посадил Александра с братом Федором княжить в Новгороде. А когда отец стал великим князем Киевским, а затем Владимирским, Александр начал править в Новгороде самостоятельно. На тот момент ему было 15 лет. А свою первую крупную победу князь одержал в 19-летнем возрасте. Тогда он победил вторгшихся в пределы новгородского княжества шведов. Именно эта победа на реке Неве и принесла Александру прозвище Невский. По крайней мере, так принято считать. И прочитав имя князя на памятниках ему, невольно вспоминается та самая победа на реке Неве. Но ряд историков считают, что Александр Ярославович заработал свое прозвище благодаря другому. Они обращают внимание на источники. Дело в том, что там Невский фигурирует с таким прозвищем только с конца 14 века. То есть спустя полтора столетия после Невской битвы. Тогда же с такими же прозвищами начинают упоминаться и его потомки, которые, как понятно, не могли принимать участие в том самом сражении. Так в чем же дело? Исследователи полагают, что у Александра Ярославовича и его детей были свои собственные владения на реке Неве. Именно поэтому он и начинает упоминаться в источниках как Невский. То есть не благодаря той самой победе на шведами. При этом ряд историков в наши дни оценивают Невскую битву как лишь один из эпизодов борьбы Новгорода со Швецией. Так, например, в 13 веке столица шведов тех лет, город Сиктуна, была сожжена. Город был уничтожен Карелами и, скорее всего, при непосредственном участии новгородцев. Но об этом сегодня почти никто не вспоминает. Впрочем, Александр Невский известен и своей победой над немецкими рыцарями на Чудском озере. Об этой победе, например, рассказывается и в фильме великого режиссера Сергея Эйзенштейна. В этой кинокартине, кстати, показано, как немецкие рыцари, проигравшие князю, провалились под лед. О том, что рыцари ушли под лед, даже сказано в учебниках. Но на самом деле это миф, говорят некоторые исследователи. Дело в том, что ни одна древняя хроника или летопись не сообщает об этом. Хотя подобный случай имел место в отечественной истории. Но он произошел в другом сражении, когда рыцарей разбил отец Александра Невского Ярослав за 8 лет до ледового побоища. Масштаб победы на Чудском озере сегодня также переосмысливается некоторыми исследователями. Выяснение отношений с Новгородом, да, это будет продолжаться и не один раз. Будет еще Роковорская битва, которая по масштабам была раза в два больше, чем ледовое побоище. Но мы о ней как-то не помним. Ну, потому что, наверное, там не было Александра Ярославича. Зато там был псковский князь Давмонд, а он был литовец по происхождению. И тот целый ряд деталей, которые связывают с ледовым побоищем, это детали, заимствованные как раз из рассказа о вот той самой Роковорской битве. Очень большой, после которой были заключены серьезные договоры и установлены достаточно мирные соотношения вот этих вот сил на северо-западе. Среди вопросов и роль Александра Невского в условиях Ордынского ига. Историки спорят, был ли Александр Невский заступником русской земли или проводником власти монголо-татар. А может быть, одно другому не мешало. Кто-то из историков, споря с очернителями светлого образа Александра Невского, особенно светлого в церковной версии о святом князе, признал, что источники все же не дают возможности на 100% понять, каким этот князь был на самом деле. Но уж точно бурный жизненный путь Александра Невского стал навсегда напоминанием о том, каким значительным был тогда главный город на Руси наш Владимир, где князь и был похоронен. Александра Невского похоронили в Богородице-Рождественском монастыре города Владимира. В 1380 году гробница с останками князя была вскрыта и положена поверх земли. Спустя два века, в конце 15 века, мощи князя сгорели. По крайней мере, об этом сказано в Никоновской и Воскресенской летописях. Первые редакции этих источников были составлены в 1530-е годы, а чуть позже, в 1547 году, Александра Невского причислили к лику святых. В поздних списках этих летописей рассказ о пожаре был изменен и было упомянуто, что мощи были чудесным образом сохранены. В 18 веке при Петре I останки князя привезли в Санкт-Петербург. Хотя частица мощей все же была оставлена во Владимирской обители. В первые годы советской власти разоренный и разграбленный Богородице-Рождественский монастырь перешел в ведение Грозной Всероссийской чрезвычайной комиссии. Именно в эти годы частица мощей и попала в Успенский собор Владимира. Но действительно ли в Петербурге и Владимире находятся останки святого князя? Точного ответа на этот вопрос у историков нет. Церковь же не отрицает, что мощи Александра Невского сохранились не полностью, поскольку не раз горели во время различных пожаров. Пожалуй, эта загадка так и останется таковой. Партнером проекта является Владимирский хлебокомбинат. Правильный хлеб рождается в поле. Качественная продукция – заслуга целой команды профессионалов от земли до печи. Владимирский хлебокомбинат – свежий взгляд на добрые традиции. Предприятие входит в единую группу компаний «Делавант». Новинка – рустикальные хлеба. В эфире была краеведческая программа «Прошедшее время». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова